Слав, к нам присоединился новый участник, спроси его, кто, откуда, зачем. Интрига, это написано «Плоская земля». Здравствуйте, с вами Вячеслав Катеров, Харьков, 10 часов 04 минуты 03, 01, 2017 года. Здравствуйте, Слава, я просто человек, который интересуется этой темой. Ну, судя по тому, что Жека не удавляет, значит, это Жека я создал. Нет, Слав, нет, ты не хочешь с этим человеком общаться, Слав? Чего, ну, пообщаемся, интересует наша тема. Тогда, ну, я буду рад общению. Здравствуйте, Вячеслав, еще раз, я вообще-то пытался поговорить с тобой, когда была тема о земле все-таки, а сейчас идет уже совсем как бы другая тема, ушла в сторону религии. Так не, нормально, у нас же у сотовцев все в одном флаконе, и религия, и соты, и светлый путь по знанию, по зрению. Я слушаю очень внимательно. Я просто хотел с тобой поговорить в том плане, что, как я пришел к тематике «Плоской земли» и вообще к этой концепции, какова форма земли настоящей. Дело в том, что вот очень долгое время я был заядлым шаровером, а потом мой путь пролегал через очень много всевозможных разных концепций, в том числе и полой земли, и плоской земли, а потом я увидел тебя, и увидел сотовую землю. И я хотел с тобой поговорить, но меня так взяли, просто сначала не поняли и удалили. Да, а я всегда говорю, давайте выслушаем, а потом уже будем делать выводы. Я так всю жизнь живу, вначале выслушаю человека. Я не перебиваю слова. Спасибо. Я хотел тебе выразить благодарность, Вячеслав, что ты выходишь в эфир и говоришь людям такие откровения, которые более-менее похожи на истинное положение вещей, как ты любишь говорить. Вячеслав, мне это нравится очень фразой. Поэтому я тебе хотел сказать, что я пришел все-таки к такому пониманию, что за границами так называемого антарктического круга есть другие земли. Я вот хотел тебе выразить просто признательность и пообщаться с тобой. Я знаю, ты много раз говорил об этом, но все-таки как ты пришел вообще к этому пониманию? Поделись, пожалуйста. Ну, я в хорошем расположении духа. Это я сейчас просто сиронизирую. Песня наша хороша. Начинай сначала. Так, ну, скажем так, я по этому поводу много люблю иронизировать, так как я жил в Дальнем Востоке и работал во глубине сибирских руд, где меня корректируют. А при чем тут Сибирь? Звучит красиво. Вот это. И хозяйка Медной горы, возможно, мне открыла тайну, но это ирония. Кстати, там, где я работал, была традиция. Обязательно первую рюмку водки выливали на землю. Кружку, точнее, водки. Там под землей рюмок не было. Шубину задобрить его и хозяйке Медной горы. Это обязательно. В один из прекрасных вечеров, который я, скажем так, постоянно держал ручку и тетради. Многие рукописи сохранились. Я начал под чью-то диктовку по наитию очень быстро писать. Причем я сейчас посмотрю на эту тетрадку. Во-первых, у меня интересно, у меня почерка практически всегда разные. Есть общий почерк, но фактически они могут отличаться. А этот почерк был удивительный. То есть я в жизни всегда пишу размашисто. То есть это огромные буквы, большие пробелы. А этот был почерк, знаете, как ниточка в маленькую клеточку. То есть вся тетрадь была исписана именно маленькими буквами, что не свойственно было мне. Я их-то не видел вообще, между прочим. И причем прочитать эту книгу, это я уже потом давал. Женщины хорошо ее читают. Они как-то могут разобрать мой почерк. Моя первая жена Ирина запросто читала это все. И другие благоверные мои, они понимали, что там написано. А я, в принципе, то, что я там написал, для меня было это не принципиально, что я там написал лично для меня. Мне было принципиально то, что у меня в голове осталось от написанного. Как я уже много раз говорил, для меня было очень много несостыковок. У меня не хватало терминов. Даже сейчас, когда я с легкостью привожу пример на мобильном телефоне, и люди меня быстро понимают, что такое душа, что такое сущность. И что такое человек. Я всегда говорю, как основная сущность – это вы. И вы себя маленького держите в руках, мобильный телефон и нажимаете на кнопки. Поэтому ничего это из ряда вон выходящего. Ну, я, в принципе, кто изучал мои ролики, многие знают, что у меня уже из детства открылись пять лет эти экстраспособности. Я приводил пример, как в детском саду воспитательница нас хотела отучить снег кушать. Но я его не кушал. Она говорит, снег нельзя кушать, вы можете это горло застудить. И говорит, давайте проведем эксперимент. Пошли во двор, набрали снега. Она в стакан насыпала этого снега граненый, поставила на подоконник. На подоконнике стояли стаканы с лучком, который всегда было в те годы очень правильно выращивать. И на следующий день мы пришли. И она показала, вот что с водой происходит, когда растает. И я там увидел жижу такую и мусор. И потом у нее пошло видение, когда я увидел, что это воспитательница. Это был образ, когда она взяла веник, совок, начала с пола подметать мусор. А потом совка высыпала в этот стаканчик. И, как я говорю, я чуть не вскрыт, рот ладошкой закрыл от испуга. А потом видение меня начали посещать. Это для меня как дышать. То есть для меня я этим живу. Возможно, небесная канцелярия и выбрала меня как очень хорошего, как это сказать, как очень хороший приемник. И все-таки, без лишней скромности скажу, возможно, из-за личных качеств. Потому что как бы меня там злопыхатели не пытались, скажем так, огорчить. Дело в том, что я-то на самом деле обладаю качествами, которые у многих людей, скажем так, давно пропали. Ну, целый список вот этих положительных, я их перечислять не буду. Это, наверное, второй был кит, почему меня выбрали. Ну и плюс еще и память. У меня же цепкая память, которая, грубо говоря, помнит абсолютно все. Вот. Поэтому я пришел. А потом получилось, самое интересное было дальше. Когда я выложил свой первый вот этот ролик 25 апреля прошлого года, за последний год у меня начал знание поступать еще новым потоком. То есть многие говорят, что он зачитывает старые свои рукописи. Нет. Основная масса открытий была сделана именно за вот эти последние полгода. То есть там что касается солнца, что касается там это и сейчас это приливово-отливово. Это я уже доходил сегодня. А в тайге была наброшена модель, которую я как бы пытался понять, перевести на современный язык. То есть я даже не мог термин сказать. Как назвать землю? Подсолнуховая. Назвать землю, не знаю, виноградная. Ну сотовая просто, она же родилась название в момент создания ролика. То есть у Сережи Тарасова на канале ролик называется «Утраченная быль. Передача древних знаний». Собственно, я ему это название подсказал. А когда я на свой канал заливал, я не знал, как назвать ролик. И название, вот это, то, что мы сейчас легкостью используем сотовая земля, именно появилось тогда. Вот. При названии. Поэтому вот так, ну не знаю, надеюсь, развернуто ответил. Не доходил ни до чего, просто под чью-то светлую диктовку все записал, законспектировал, запомнил, как хранитель пронес через годы. То есть это с 1995 года я носил под сердцем эти знания и родил 25 апреля прошлого года.